Добраться из точки А в точку Б для казахстанцев, предпочитающих железнодорожный транспорт, еще то испытание. Системные проблемы уже настолько впитались в пассажирские перевозки, что уже кажутся обыденным делом. Но не замечать их казахстанцы просто не могут. А впереди сезон отпусков, и необходимо увеличивать составы, формировать новые поезда. И вот к какому коллапсу все это может привести, даже страшно подумать. Складывается такое ощущение, что в карте же в развитии пассажирских перевозок не заинтересованы. Почему опаздывают поезда, отсутствуют сервисы и при этом растут цены на билеты? Мы постараемся все выяснить в этой студии вместе с нашими экспертами. Итак, сегодня у нас в гостях Мади Мухаммед Кали, официальный представитель Акционерного общества пассажирские перевозки. Сирик Кусаинов, заместитель председателя комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана. Еркин Томпиев, председатель правления общественного объединения защиты прав потребителей Аделет. Марат Башимов, депутат мажориса парламента Казахстана. И Бейбут Сулейменов, главный менеджер департамента по сервису Акционерного общества пассажирские перевозки. Вот в этой компании, нашу компанию, такую мужскую, разбавит еще замечательная женщина Ирина Смирнова, депутат мажориса парламента Казахстана по Зуму из Алматы. Ирина Владимировна, как слышите нас? Да, спасибо, день добрый, все хорошо. Меня тоже слышно? Да, замечательно. Вам добрый вечер, вам тоже добрый вечер, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Давайте вот сразу посмотрим небольшой сюжет о том, как видеть ситуацию в ЖД-перевозках. Сами пассажиры, внимание на экран. Я не могу, например, взять билеты до Павлодара, а потом с Павлодара взял до суда, а отсюда не могу взять, потому что боюсь, что он опоздает. И вот приеду, и потом буду брать билет. Так бывает везде. Пробки, может быть, в машине, когда едешь, а поезд там, что-то сломалось, может, что-то задержали. В принципе, нормально. Я пришла просто встретить братишку, вот. В принципе, задержали на 40 минут. Задержался ненадолго? Ну, это никак не помешало? Я вчера, например, приехала с... какой поезд забыла? Козлода, как читав. Пришел с опозданием. Нас, конечно, это не устроило. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Как вы знаете, в целом, сейчас мы уже подытоживаем подготовку в целом подвижного состава АО «Пассажирской перевозки» к летним перевозкам. Да, действительно, сейчас зачастую пассажиры задаются вопросом, почему пассажирские поезда опаздывают. До недавнего времени мы, конечно, вот уже до этого для средств массовой информации информируем о том, что основная причина нашей поддержки пассажирских поездов в настоящее время является сейчас проводимые работы к летним перевозкам, а точнее быть, ремонтные работы, путестерные. То есть это зачастую у нас проводится не только между остановкой Караганду участками, но и других южных регионах, западных регионах и так далее. Это является основной причиной. Кроме того, да, сейчас еще пассажиры, некоторые задаются вопросом, а будет ли нам какие-либо компенсации по части в связи с этими опозданиями пассажирских поездов. Да, оно есть. Потому что мы с прошлого года, когда начали информировать, что именно за каждый час опоздания пассажирских поездов любой пассажир имеет право уже по прибытию на станцию, либо до отправления поезда, если поезд опаздывает по графику отправления свыше одного часа, то, соответственно, он имеет право от общей стоимости билета. Мария, я вот это перебью. Сколько человеку обратилось с начала года, например, за компенсацией к вам? Ну, точную цифру я не могу сказать. Я примерно могу сказать, какую цифру мы возместили в целом нашим пассажирам. Ну, хорошо, давайте сумму озвучим. Да, у нас было, например, в декабря месяце, если посчитать, что это не меньше 4 миллионов мы пассажирам, а не 4 миллионов суммы мы в качестве компенсации всем пассажирам выделили до сегодняшнего дня. И в настоящее время, вот по части опоздания поездов, сейчас уже, ну, я думаю, что в скором времени уже ремонтные работы уже закончат. И, соответственно, пассажиры... Мадин, ну, вот вы тут немного лукавите. Насколько я знаю, что ремонт поездов – это, ну, летний период. К летним перевозкам сейчас готовится, да. Ну, вообще, ремонт подвижного, не подвижного, а подвижного пути. Пути. Да, пути. Это летний период времени. Что зимой делаете? Зимой, значит, что... Когда у вас опаздывают поезда. Смотрите, ремонт не только летом у нас проводится. У нас проводится и зимний период, потому что, как и вагоны... Чтобы задержать целый поезд, нужно что-то очень хорошо ремонтировать. То есть, это целый путь. Убрать рельсы, убрать шпалы, например, к примеру. То есть, зимой этого не делается. Мелкий ремонт может быть, да. Я соглашусь с вами. Но чтобы задерживать поезда настолько вот... Да. Как вы знаете, еще... На три часа, на четыре часа. То есть, это даже не 15-20 минут опаздывает, а именно вот часами уже исчисляется. Да. Вот именно то, что вы отметили, именно по части зимних перевозок, да. Зимних перевозок у нас зачастую бывает именно вот в особенности в северных регионах, то есть в связи с погодными условиями. И эти факты, конечно, не раз повторились между собой. Если честно сказать, что сейчас вот то, что я отметил, которое кроме ремонта, зимой зачастую бывает это погодные условия. Сергей, надо с другого начинать. Вы знаете, права потребителей на железнодорожном транспорте, как и на авиатранспорте, да, систематически 30 лет нарушаются. Эту сферу, которая в Советском Союзе была такая, ну, понимаете, для Казахстана железные дороги, это же самое главное, огромная территория. Ну да, 20 миллионов в год перевозят. Самолет может быть недоступен, но железные-то дороги раздербанили. Даже, помните, железнодорожные тупики олигархам все распродали. То есть, сфера вообще, а в Советском Союзе, это даже на государство в государстве было. Школы, вот недавно в Узбекистане был. Они детские садики у всех вот этих всех сохранили. У нас олигархи все раздербанили. Я к чему это веду речь? Ну, можно же было сейчас вот эту сферу сохранить, по крайней мере. Вы же знаете, да, что там, билеты купить, допустим, трудно. Правильно же, да? Ну, вы знаете, что в эти направления сейчас пойдут детские эти каникулы, да? Да, да, да. Ну, купите вагоны. Что, один поезд прошел, за ним нельзя послать еще второй поезд? Конечно, можно. Нет, создают условия. Я просто сам билеты вот покупаю же, да, ждешь, ходишь, просишь. Вот эту кассиршу вы ищете. Она сидит сутками ищет, пока там до Востока найдет она до семей или до Узкимногорска билет. Это труба. Это вообще, знаете, унижение человеческого достоинства люди доходят. Поэтому эта сфера требует конкретного регулирования. И еще вот сейчас зам руководства комитета по защите прав потребителей, даже законопроект их идет, он скажет, наверное, статистику и общество по защите прав потребителей. Но я еще раз хочу, смысл какой? Сфера железных дорог, она требует коренного реформирования. Когда читаешь, что вы проводите такие сумасшедшие твой аренды, это тоже, даже то, что в сетях есть, то, что это есть, да, хотя, говорят, эти деньги можно было потратить на какие-то вещи, они, конечно, не бьют социальной справедливостью. Понимаете, да? Поэтому любой человек, когда говорят, говорят, мы делаем, мы делаем, сейчас вы скажете, мы реформируем, оно не бьет той, как государственной политикой президента, где нужно все делать для того, чтобы это было доступно, прозрачно и качественно, комфортно для человека. Возвращаясь к все-таки компенсации, да, вот на дворе 21 век, вот на дворе 21 век, ну, Марат Савельевич, может быть, покупает в касте, я покупаю билеты всегда онлайн. Причем на сторонних площадках это можно сделать намного проще. Да, за какую-то комиссию, там, я не знаю, что за схема у вас работает, на вашем сайте это практически стало невозможно. То есть, не знаю, постоянно какие-то ошибки, то карту не принимают, то еще что-нибудь. То есть, вот на сторонних, там, в банках можно купить, там, на каких-то других сторонних сайтах, но не у вас, например. Это я из личного опыта говорю. Но, при этом, да, я покупаю онлайн, но при этом я, при задержке поезда, мне нужно по приезду пойти своими ногами, то есть, спуститься в кассу, отстоять там какую-то очередь определенную, чтобы получить эту справку, потом написать заявление на возврат. 21 век, я купил у вас билеты за 5-10 минут онлайн. А потом, чтобы какую-то компенсацию, ну, естественно, там, 4 миллиона, при обороте в полтора триллиона за прошлый год, по-моему, у вас, это же оборот полтора триллиона составил. Да, и прибыль там 36 миллиардов всего лишь. Вот, и вот почему так? Объясняю. Почему нельзя автоматически начислить мне эту компенсацию? Разве вокзал не знает, что у него поезд опоздал на 3 часа? Вокзал они знают. Пассажиры, они как знают, смотрите, в первую очередь информация поступает от наших диспетчеров, которые регулируют движение поездов, они все регулируют. Не только пассажирские перевозки, то и грузовые перевозки. Вместе с тем, конечно, по части... Можно спросить сразу, вот сейчас, летний период, вот поезд Родобиличок, вы не можете, что ли, пустить? Ну, один поезд на месте, 10 пустите, а что один за другим? Не создавайте эту проблему, это такие для людей, да? Вы знаете, из года в год, летний период, люди туда идут, обратно... Ну, сейчас мы еще поговорим про проблему застатку. Сергей, вы перевели разговор. Нет, я просто вернулся к тому, еще не договорились. Что это возмещение-то? Возмещение, пусть возмещают они, но самые главные вопросы... Ну, а как возмещают-то? Организация, потребителя, потребителю что сделать? Вот вы не какой-то уходят от разговора. Сейчас, секундочку. Я отвечу сейчас на ваш вопрос. Первый вопрос по вашей части, именно по части компенсации, 3%, которая от общей стоимости. Да, действительно, мы, когда в прошлом году, мы, у нас было, в начале как было, когда при возврате, чтобы эту компенсацию получить, пассажиру было необходимо заполнить заявку, ну и так далее, да, которую по определенному сроку ему возместили. То есть, обращаясь к кассам, после этой заявки обрабатывается. Исходя из этого, мы вообще его переделали. То есть, когда человек обращается уже в кассу, он уже указывает, ему достаточно всего лишь этого, посадочного либо талона, либо своего билета, который указывает реальный факт. Ну а почему? К примеру. То есть, у вас база электронная есть? Все есть, все цифровизировано. Почему нужно ходить и что-то доказывать? То есть, почему это не делается автоматически? Можно вообще обязать, чтобы это делалось автоматически? Вот смотрите, вообще, конечно... Вы когда не 4 миллиона заплатите, а 400 миллионов нам? Там по 3% вроде немного это, но наберется сумма большая. Когда начнут они уже думать. Вы абсолютно правы, да, действительно, у нас каждым годом комитет защиты прав потребителей жалоб увеличивается. Например, за 22-й год поступило более 30 тысяч жалоб уже. Это общих жалоб. Например, в 21-м году их было всего лишь 23 тысячи. Видите, на 7 тысяч. И жалобы именно по линии железнодорожных перевозок, они увеличиваются. И системные они. Сейчас вот именно жалоб было больше. Если в прошлом году было на авиаперевозке больше жалоб, и после этих жалоб, после того, как начали освещать эти проблемы, после того, как штрафы начали накладывать за то, что они нарушают законодательство, немножко в сфере авиаперевозок ситуация начала выравниваться. Вот сейчас интервью тоже берут, у пассажиров в аэропортах вроде лучше стало. К сожалению, железнодорожный транспорт, как вы правильно, буквально, может, более полугода назад было совещание. Вас случайно не уговорили защищать права этих крупных олигархов? Нет, нет, нет. Вчера только у нас АМИНАД был заседание, да? Мы читали проверку, не пускают они на проверку. Жалобы ужасных, да, всякие компании, которые здесь летают, да? Я говорю. Публичное это озвучено было, да? Там это защищать стали. Поэтому я не защищаю. Я, наоборот, говорю, что жалобы больше становятся. Именно просто... А потом еще есть другая проблема. У нас люди, казахстанцы, не любят жаловаться. Понимаете? Ну и бог с ним с этим. Блин, он ушел. А так помножьте это на сто. Ну да. Сто. Не третий жалоб. К сожалению, потребительская взыскательность у нас низка. Марат Савельевич правильно говорит. Но на сферу ЖД-перевозок она еще остается. Да, то есть поезда опаздывают. Люди, вы абсолютно правильно сейчас вот затронули, что, например, для того, чтобы купить билет 5 минут надо, система у них, баста называется, или информационная система, да, а чтобы получить компенсацию, 3% это копейки. Ну за каждый час. Да, например, если вы, например, если с вашей стороны какие-то будут нарушения, то они с вас больше намного за счет деньги. А вы, вам всего лишь 3%. Вопрос самый главный. Почему это не автоматизировано? Я вот договорю, я просто, да, я хочу. Естественно, вы абсолютно правы. Это должно быть все информационная система. Как в одну сторону, как вы говорите, так и в другую все должно быть информационной системой работать. Например, можно эту функцию, любой айтишник это сделает, раз, это заложить так, проводник дает сведения. Этот Иванов проехал. То есть, например, кто-то купил билет, может не поехать, но большинство поехало. Иванов, Петров поехали, он сведений сразу падает. Они же не отказываются платить эти 3%. Нет, нет, смотрите, нет, они это не вкладывают. У них своя и схема просто. Нет, они в этой информационной системе надо данные закладывать. И их персонал этой работой не занимается. Они не закладывают, сколько, например, состав состоит, туда влазит 800 пассажиров. А они, например, поехало, например, 780. Да, они должны все это, данные внести. Поезд идет сутки. Да какие данные внести? Вы что, это 20 век, сейчас 21 век. Нет, они, понимаете, они должны внести. Состав сформировался, вас проверили. Нет, они, посадочные талоны, кто, они должны все внести в данные. Потом должно, как вы правильно говорите, я вам объясняю, я еще не только защиту права, я еще как инженера вам объясняю. Да, к вам, например, должна прийти функция, как вы правильно сказали, компенсацию, получить компенсацию. Да, если вы проехались, то вы должны нажать кнопку «Получить» эту компенсацию. Правильно, 2 секунды, «Получить». Если вы... На том же сервисе, где я покупал. А если вы вдруг решили не поехать, ну, мало ли, вы, например, у вас там в гостях были, вы не поехали, вам эта функция не будет доступна. Потому что о том, что вы проехали в этом составе, сведений не будет о вас. Я, скорее всего, верну билеты, воспользуюсь этим правом. Да, вы, скорее всего, вернете билеты, правильно вы говорите. Поэтому это все должно быть. Но когда, действительно, как вы говорите, придешь в касту, стоишь в очереди, заполняешь заявление, это специально сделано, чтобы пассажир стал менее взыскательным. Ну, так и получается. Тем более, вот коллеги, они сейчас говорят, они системы пассажирских, это КТЖ же. Сейчас очень много составов частных. Частных поездов. Вот вы пришли на вокзал, вдруг вы поехали на частном поезде. ТОЖка принадлежит какой-то. А без разницы, я покупаю у КТЖ билеты. Вы вообще не можете получить на вокзале. Системы КТЖ, вы хоть на вокзале можете получить деньги. А если это частный, она может где-нибудь в Казларде находится или в Чемкенте офис. Вы поедете туда деньги получать. Но вот меня же не должно это было волноваться, правильно? То есть, у меня должно быть автоматизировано. А что, КТЖ поездов частника продали, да? Не, есть ряд составов, которые принадлежат ТОЖкам. Ирина Владимировна, вот можно ли на законодательном уровне это все как-то предусмотреть, чтобы вот, ну, действительно вот эта коллизия такая вот, я не знаю, правовая, не правовая, но чтобы в 21 веке, в веке цифровизации, мы все-таки получали компенсацию не ногами, а точно так же, как покупаем билеты. День добрый. Вы знаете, законодательством очень многое уже утверждено, но нормы, как выполняется этот закон, у нас не всегда очень хорошо применяются. Надо нам вместе с депутатом, который сегодня присутствует, посмотреть этот момент. Но что бы ни говорили, вот сейчас присутствующие здесь чиновники от КТЖ, ездить на наших поездах, вы знаете, невозможно, просто невозможно. Вот эти вот опоздания, антисанитария, страшная жара зимой и летом, зимой в некоторые моменты, наоборот, невыносимый холод, старые вагоны. Это такое впечатление, что мы, я не знаю, в какой стране живем и на каком транспорте ездим, и никакой ответственности нет. Скорее всего, все возможно, и призвать к ответственности, и вовремя выдавать назад те деньги, которые заплатил за непредоставленные или некачественно предоставленные услуги. Все это есть, но нужно за это взяться вместе и сделать так, чтобы КТЖ уже понесло ответственность перед всеми гражданами Казахстана. Я думаю, Марат Большимов, мы с вами обсудим этот момент, как можно это сделать при имеющихся законах. А если не хватает их, то надо будет еще применить определенные нормы. Но так быть не должно. Вы знаете, приезжаешь в Узбекистан, и ты как будто бы приезжаешь действительно в 21 век или в 22 век. Сюда возвращаешься в 18 век, теплушки, и мы, как дрова или как скот, которые загоняют в это грязные, просто пригрязные вагоны. И сегодня что-то говорить, оправдываться просто невозможно. И мало того, теперь взялись с опозданием все. Это просто ужас. Вот, кстати, да, вот про... Можно что-то добавлю? Вот Ирина Владимировна попала в точку. Узбекистан, да? Вот рядом Узбекистан. Сколько мы в Груте объявили, мы развита страна Центральной Азии, да, выше всех. Посмотрите в Узбекистане, там все совсем по-другому. Они за людьми сидят. И вот, знаете, вот по поводу законопроекта, вот Ирина Владимировна правильно говорит, мы с Муратом Абеновым, депутатом, да, еще в 2000-е, когда у нас Национальный Совет общественного доверия, в 2021-е, вы инициировали, и президент поддержал, о том, что необходимо закон о правах потребителей принять. Сколько вам палка в колеса вставляет, да? Уже два года, мурыжат, то одни, то вторые, то Атамикен вставлял, то госорганы вставляют. И сейчас вот, да, вроде бы дошли уже чуть-чуть, осталось, где, понимаете, усиление эффективности и защиты прав потребителей. Законопроекта, Ирина Владимировна, сейчас парламент к нам придет, и нам надо с вами вместе это дело в конце июля поддержать. Да, давайте мы очень серьезные и очень жесткие санкции и на КТЖ, и на авиационный транспорт просто используют население для того, чтобы получить себе прибыль. Но никакой ответственности не несут. Никакой абсолютно. Бибут, вот по поводу сервиса, да? Почему, почему, то есть, ладно, хорошо, я могу даже понять, что у нас денег нет на новые вагоны, да, вот то, что просил, чтобы сформировать новые составы. Я могу этого понять, что это там какая-то процедура, что вы там от государства что-то получите, либо заработаете какие-то там деньги там. Убраться в вагоне, чистота. В чем проблема? Добрый день. Сергей, можно я сейчас сначала начну по поводу возврата 3% пассажирам опоздавших поездов за каждый час. В той части, что эту систему автоматизировать, мы над этим сейчас проводим работу. В данное время сейчас мы проводим работу по разработке национальной системы. В той части, что так просто говорить о том, что это будет кнопочка, которую нажал и возврат организовался, это очень просто. Это очень большая работа. В той части, что у нас автоматизированная регистрация пассажиров сейчас в данное время ведется. А в той части, что провести возврат в автоматическом режиме на том же сайте, где вы приобретали его, это достаточно сложная работа, которую мы видим. В части того, что один из гостей программы говорил о том, что продали поезда частникам, это не так. Нет, так что, скажите, Кулебаев не владел, что ли, у вас этими секторами? Вот Антикор возбудил уголовное дело против Хайрата Сатабалды. Тупики. Это что, не вы продавали? Мы не про тупики говорим, мы говорим про поезда, про пассажирские. Нет, я в целом сказал, о железнодорожной отрасли. Там все было продано. Про пассажирские перевозки. Существует несколько. Есть и частные перевозчики, есть АО «Пассажирские перевозки» как национальный перевозчик, есть пригородные перевозки. Проводит конкурс министерства, открытый конкурс, где участвуют такие же компании, которые хотят организовывать пассажирские перевозки, железнодорожные транспоры. Сейчас не в этом даже. Сейчас я сейчас не в порядке. Сервисы. Почему страдает сервис? По сервису, сейчас скажу. В 2019 году мы внедрили новый подход к экипировке пассажирских поездов мягкосъемным инвентарем. Сейчас мы видим результат. У нас за 2022 год поступило всего 2 жалобы на белье. Когда в сравнении 2017 год, 2018 год белье просто было ужасным. В части клининга мы в 2020 году внедрили уже новый подход к части клининга. Сейчас в пунктах формирования, именно откуда поезда отправляются, мы уборку не производим. Внутри производят аутсорсинговые компании, которые у нас присутствуют в трех регионах. И они производят уборку. Это уже специальными средствами, специально обученные люди, клининговые компании. И моющими средствами, которые являются современными, гипоаллергенными. Вы давно ездили на поездах? Я буквально вернулся вчера с командировки. Куда вы ездили? На каком поезде? Рейсы, Астана, Адам, крупные города, допустим, Тальга ездит, там более-менее. Не все тоже Тальга. Можно поспорить. Я езжу в Петропавловск. Это поезд, который формируется, к примеру, на своем опыте, который формируется Алматы-Петропавловск. 15-16. Также есть такой же Тальга. 105-й, по-моему, 106-й. В принципе, что там, что там. Антисанитария, что там, что там. Уже и Тальга начинает, понимаете, деградировать. То, что новые вагоны, они начинают деградировать. Во-первых, я Тальга очень мало ими пользуюсь, потому что не по цене даже. А то, что до 4-х людей, я захожу, остальные трое чуть ли не в угол не забиваются. Мало места, да? Ну реально, места вообще нет. Помимо антисанитарии, то, что там есть. В туалете страшно заходить. В туалете прям страшно сказать, что в Тальга заходить. Но в Тальга, если только, вроде бы обустроено, но запах бьет очень сильно в глаза. Я не знаю, какие там чистящими средствами пользуются. Я не знаю, честно. Я говорю по своему именно опыту. Сейчас объясню. А тот поезд, который формируется в Петропавловске, в Алматы, да? Он какой грязный-то выходит? То есть, конечная станция. Конечная станция. Там же мимо проезжают поезда российские, да? Ну, знаете, небо и земля. Совершенно небо и земля. И стоит на что? Он выделяется сразу же, просто-напросто. То есть, естественно, не просто там камень вашего огорода, вас как-то хочу обвинить в чем-то. Но почему чистота-то? Не требует дополнительных денег, чистота не поддерживается. Все. Во-первых, это связано с опозданиями. Даже когда не опаздывали. Нет, если поезд опаздывает, то уже убраться не успевают. Тут да. Да. И они вынуждены спешить от этого, и поэтому и уборка не производят. Это вот именно вопрос с опозданием. У нас в основном все жалобы связаны на опоздание. Давайте мы все-таки у коттеджевых знаем, что они скажут. Можно я скажу? В той части, что клининг у нас осуществляет на поездах, которые курсируют меньше 50 часов в клининговой кампании, именно в пути следования. А в поездах Талька и в поездах межгосударственного сообщения и в поездах, которые больше 50 часов курсируют, убираются непосредственно сами проводники. У нас есть чек-листы, которые мы заполняем. Мы проверяют также начальник поезда, проверяют уборку этих поездов в каждого вагона. Теперь есть такие случаи. Бывает, что где-то проводник или клининговая компания, их работник не убрался. Мы с этим стараемся бороться, осуществляем проверки, и мы непосредственно работники департамента сервиса выезжаем. И у нас есть мобильные мониторинговые группы в АУНК КТЖ, которые тоже осуществляют не только проверку провоза безбилетных пассажиров или неоформленного груза. Также они смотрят о том, как за санитарным состоянием в общем следят, как работает наш мультимедийный портал, как заправлены наши постели пассажиров. Все, это все проверяется, есть везде замечания, у нас мониторинг по этому поводу ведется постоянно. Я хотел сказать, мы общественники сидим на пульте постоянно. Обращение, можно сказать, 30% обращения к КТЖ. И хотел задать вопрос, кто отвечает за качество пассажирских услуг? Сегодня качество пассажирских услуг некачественное, и можно сказать, что жалобы идут каждый день. Вот, например, мы говорим о том, что человек не может сдать билет, вернуть билет, и там просто создали волокиту. Приходит человек, нет ответственных людей, не дежурных, говорят, надо руководить станции, его на месте нет. Хорошо руководители, кто другой. Просто эта работа не организована. Теперь о сервисе, я хотел бы сказать. Да, очень страдает этот сервис. Вот мы сейчас говорим о компенсации, которую не возвращают. Вот за счет этих компенсаций они могут организовать горячий чай, горячее питание, которое не возвращают. Правильно? За счет этого же можно. Люди часами ждут на вокзале. Есть случаи, когда, знаете, оттуда забирают на скорую помощь, потому что люди переживают за поезда. И главное, знаете, задержку же не говорят. Почему он задерживается? Может, он опрокинулся, может, там же разные случаи, и они должны вот сидеть, пассажири, страдать, понимаете? Для этого надо хотя бы организовать медицинскую помощь, психологическую помощь, чтобы снять вот это все. Ничего не организовано в этом плане. Представляете? Можно я отвечу? Да, по части, вот, к примеру, как вы знаете, в целом, когда в декабре, в ноябре прошлого года, когда у нас учились эти опознания поездов, у нас, согласно регламенту, в целом, компания «Конежа», есть специальный регламент, если пассажирский поезд опаздывает, то есть, свыше 6 часов, согласно этому регламенту, то перевозчик... Мы уже знаем, согласно регламенту, 3% нам тоже начисляют где-то там. Нет, 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 я не про это, я не про 3%. Уважаемый человек спрашивает, что по части, вот, обеспечение продукта питания, питьевой водой и так далее, да, и у нас, согласно регламенту, я хочу еще раз напомнить, что у нас свыше 6 часов, если опаздывает поезд, да, то в пути следования, к примеру, поезд еще не прибыл, да, но пассажиры в поезде сидят, им обеспечивает на бесплатной основе, у нас, если знаете, вагоны-рестораны, которые стандартные, вагоны-рестораны. Такое есть, и неоднократно. Ну, в законе это прописано, да? К примеру, да, нет, это не только написано, это я могу подтвердить даже в наших социальных сетях. А те, кто сидят на вокзалах, сидят? На вокзалах, тоже мы их обеспечиваем. Вот, к примеру, вот в городе Алмата, по-моему, тоже было в прошлом году, я сам уже, в Караганде, в Астане было еще. Еще, есть еще такое, что в регламенте, если согласно регламенту, то есть каждый пассажир, если поезд опаздывает свыше 10 часов, то кроме продуктов питания, которые мы обеспечиваем, да, пути следования, то, которые ожидающие на вокзале, им мы должны обеспечивать и жильем, да. То есть не жильем, точнее, местом для ночлега. Понятно. Да. Я, можно пока еще, чтобы время не закончилось, по части обновления парковых вагонов, вот, Марат Харан сказал мой вопрос, я не успел ответить. В настоящее время у нас парк пассажирских вагонов составляет свыше 2109 вагонов, это чисто пассажирские перевозки, не считая часа перевозчиков. Из них у нас свыше 700 вагонов являются вагонами Тальго, и есть свыше 1100 вагонов, это стандартный тип вагонов. И по части обновления вагонов я хочу сказать, что, вот, к примеру, вот, с 2010 по 2022 годы у нас обновился парк вагонов составляющий 1100 вагонов, стандартный. А в прошлом году, и чтобы не ошибиться с цифрами, вот, последний раз, когда мы обновили в 2022 году... Что бы подразумевать, по словам, обновились? Обновились. То есть вы продавили срок службы их? 1200. Где они эти 1200 вагонов? Нет, смотрите, они по всей стране у нас курсируют на следующие времена. Вот, понимаете, Тальго заметна. Новых вагонов нет абсолютно вообще по всей стране. Я с вами не согласен. Смотрите. Вот 1200, это получается больше половины подвижного состава. Да. Правильно же? Да. 1200, 700 Тальго, 1900. По факту, вот, по факту, получается, там, 300 вагонов, которые там должны быть более-менее, там, плохие. Например, покажите мне, вот, хотя бы один состав полностью из новых вагонов, не Тальго. Да, конечно, без проблем. Отремонтированные, модернизированные, да. Но это не новые вагоны. Но это не новые. Смотрите, ремонтированные, это одно. А те, которые прибывшие на новые вагоны, мы которые приобретаем от нашего вагоностроительного завода, от ЗИК-100, Петропавловский, наш отечественный вагоностроительный завод. Есть у нас... Насколько я знаю, они делают, вроде бы, для грузовых вагон? Нет, сейчас уже пассажирские тоже выпускают. И в прошлом году, вот, в декабре, в январе месяца 11 вагонов дали. А в этом году, до конца текущего года, у нас планируется по плану 100 вагонов, не меньше 100 вагонов. А в следующем году именно вот ЗИК-100, я имею в виду. Вот увидим ли мы их в этот вопрос? Стандартных вагонов. Смотрите, во-первых, почему вы, наверное, не увидели, возможно, это, конечно, мы зачастую курсируем между Алмато и Астаной, да, которые больше у нас... Тагово вагонов, да, которые еще считают. А те, которые регионы, особенно западные регионы, да, которые у нас пассажиры говорят, обновите нам состав вагонов, новый вагон мы хотим. Да, там, конечно, мы не отрицаем, что есть старые вагоны, но мы эти вагоны обновляем. Там говорят пассажиры, а здесь вроде как не говорят. Странная логика. Нет, мы... Социальные сети же есть. Да, западные вагоны. Пишем, вот, можно, да, все, видите, конечно, действительно. И вот, к примеру, последние вагоны, которые я говорил, уже 11 вагонов, мы уже их оправили на западный регион. Между Малустау и Алматы, которые через южные регионы проезжают. Это раз. Вот я про 207 вагонов уже говорил в 2024 году. И с 2025 по 2030 годы у нас запланировано приобрести уже вагоны... На 97% обновить баопарки, да, это я читал. Да, 500 вагонов свыше. Это у нас в Астане будет производиться, здесь, в нашем заводе. Сергей, можно еще один вопрос? Знаете, вот я... Я хотел проще на время уже вниз. Очень важный вопрос. Вы знаете, КТЖ сократило... Вот у меня в прошлый раз, где-то месяца три назад, и сейчас вот я принимал человека, да, на приеме. Он говорит, сократили. Вот Казалардинская область он едет, да, а у них станции посокращали. Ему надо 120 километров добираться. А они-то не могут, им надо добраться до поликлиники, до больницы, да. Это что такое 120 километров, да? И такие моменты, как Казахстан-то большой, они взяли, а, извините, там жизнь людей и граждан, им надо за чем-то другим ехать в районный центр. Поэтому в этом плане надо восстановить все то, что было нарушено. И создать то же самое эти вагоны. Почта есть, они туда ездят, это районный центр у нас километровый. Смотрите, при всех вот этих, подождать секундочку, у нас просто времени уже мало. Я не могу не спросить. Он выбраться не может, представляете, он не может какой-то там, какой-то регион, это же длинное, представьте, Казалардинская область. Я сейчас бы хотел о меркантильном поговорить, о деньгах. При всем этом сервисе. Пусть ответят-то мне. Ну хорошо, хорошо, давайте. Вот вы говорите по части сокращения маршрутов, а точнее сокращения станции. Конечно, это мы все, это не собственноручное дело. Мы, конечно, согласовываем все наши принятые, все наши решения с выполномочным органом, то есть нашим министерствам, согласно. Какое бы решение не было, по части билетов, хоть маршрутов, вагонах, ну и так далее. Без их разрешения мы не можем делать. Я, коротко говоря, это хотел сказать. В общем, ответственность министерства... То есть вам нужно там пошевелить, кого-то там за ниточки подергивать, может быть, решить этот вопрос. Почему это тарифы? Да. Почему при всем вот этом вот, я не знаю, безобразии, мягко говоря, растут тарифы? Смотрите, да, до недавнего времени вышла информация, что вот в некоторых регионах у нас там несколько процентов повышения. Давайте я сейчас зачитаю просто. Да. По итогам апреля этого года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта выросли почти на 27% за год. Проезд в пригородном поезде подорожал на 25%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения на 28,2%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения на 27,5%. В региональном разрезе наибольший рост цен зафиксирован в Шимкенте сразу на 73,8% за год. Далее идут область ЖТСУ плюс 46,8% и Казалардинская плюс 39,6%. Наименьший рост цен наблюдается Восточно-Казахстанская плюс 4,5%, Актюбинская плюс 10,5% и Алматы плюс 12,7%. Смотрите, я хочу сказать по части, которую вы цифру перевели, даже тот самый 27%, даже тот самый 4,5%. 73%? Ну, даже неважно, какая цифра. Ни одна из них не соответствует действительность. Почему? Смотрите, мы, как и информировали ранее, что вот в текущем году, с 1 января, мы на все социально-значевые маршруты в наших поездах пассажирских повысили стоимость бюлета на 7%. Да, это так и есть. Но то, которое касается 27% и так далее, это не соответствует действительности. И я заверяю, что до конца... А, нет, это в годовом выражении, это не с апреля по апрель. С апреля 22-го по апрель 23-го за год это. Тогда я могу сказать еще одно, добавить к этому. В прошлом году, мы 1 июля 22-го года, да, тот же самый, который 7% мы повысили. И смотрите, исходя из того, что вот, к примеру, в июле мы... Вот вы сейчас слыхаете. Я недавно, буквально перед передачей, читал запрос одного человека в КТЖ. Опубликовала одно из информагентств, интернет-информагентств. Как раз это интервью. То есть вы прокомментировали как человек, не буду вот сейчас говорить про пункты, которые именно, ну, запад страны. То есть добирался из пункта А в пункт Б за 8 тысяч тенге в прошлом году. В этом году он уже добирается за 15 тысяч тенге. То есть почему? Ничего не изменилось. Поезд тот же, все тот же самый. Ваш ответ. То есть поезд стал фирменным маршрутом. То есть ничего не поменялось. Просто поменяли в два раза. Вы говорите на 7%. Где 7%? Смотрите, 7% это еще одно, я имею в виду. А в том числе, смотрите, есть пассажир, которому он может сказать, что в одном поезде ехал, да, но составы могут быть другие, то есть разные. То есть это сидячие, либо лежачие, либо паскартные. У каждого зависит от типа вагонов, стоимости. Это раз. Второе, то, что я уже до этого говорил, по части, вот, например, Мангстау Алмата, у нас поезд курсирует 77-78, да, и 37-38 Мангстау семей, именно на этих поездах мы просвоили статус фирменный. Это в текущем году, если не ошибаюсь, в апреле. А что поменялось? Вагоны-то те же самые остальные? Да, вагоны-то самые, но кроме этого мы еще, то есть фирменные, наверное, мой коллега может... Вагоны не те же самые, вагоны новые, год выпуска не ранее, там, 15 лет, новый набор сервисных услуг там проводится, там и белье, качество выше, и принадлежности тоже дополнительно выдаются, выдаются чайные гигиенические наборы, потом заправка постели идет, и еще дополнительные услуги есть, которые входят. Это все, тем самым это повышает стоимость. Вот, понятно, на каждый вопрос... 7% близко нету, это, конечно, тоже вы правильно, наверное, подчеркнули, что это чуть-чуть лукавит. Вот, например, простой пример. Вы возьмите, например, возьмите май 22-го года поезд Тальгу-Уральск-Астана. Сколько он стоил? Он стоил где-то в районе 18 тысяч тенге. Сейчас он стоит в районе 30. Ну, где 7%? Это простая математика. Вот сейчас вы зайдите в сайт Баска и посмотрите, сколько стоит на Тальгу. Поезд 51-го, по-моему, если память не изменяет. И как он стоил в мае прошлого года? Рост цен, рост царифов, это все создает опять обращение жалоб потребителей, понимаете? И я вот хотел попросить нашего уважаемого депутата, может, надо обратиться письмом, у нас же есть транспортная прокуратура, чтобы они разработали какие-то меры, необходимые для снижения этих тарифов. Санитарные нормы? Наверное, пожалуйста. Понимаете, в чем дело? Мы сегодня только разговаривали. Прокуратура потеряла свой общий надзор, у них был, да, за соблюдением социально-экономических прав. Сейчас они только уделяют будут этому внимание. Поэтому у вас очень вопрос справедливый, этому надо уделять внимание. Но больше всего все-таки про задержки. Вообще решаема эта проблема или нет? Вы знаете, я вот хочу добиться. Все-таки вы сейчас летом пустите поезда дополнительные или нет? Вот это страшно даже подумать. Вот это скажите, пожалуйста. Я это забыл. Зачем создавать, если даже прибыль идет? У нас буквально осталось, давайте... Буквально два слова тогда скажу. Может быть, расписание поменять? Расписание будет меняться, это, естественно, к летним перевозкам. Это, во-первых. Во-вторых, у нас в настоящее время по 140 маршрутам курсируют все пассажирские поезда. А на летний период мы собираемся их увеличить. Пока, конечно, незначительно, но 146 маршрутов будет. В основном, почему мы 146? Это зачастую люди, которые отдыхают на туристические зоны, на летние периоды. И зачастую у нас очень высокий спрос именно на озеро Алла-Коль. Кстати, мы на озеро Алла-Коль в этом году, вот с 15 июня, именно из столицы запускаем впервые поезд Альго. Да, на летний период. Сергей, поздравляю, но одного поезда, скорее всего, не хватит. Сергей, цифровизация, вы правильно сказали. Если не будет цифровизации в системе КТЖ, вот эти безобразия будут. Все будет скрыто. Да, мы работаем на цифровизацию. Да, вот даже колл-центр, который звонит справочный, оно не владеет ситуацией по опозданиям. Оно дает неверные цифры пассажирам. И оно с реальным опозданием не совпадает. Вот уже времени просто... На ваш взгляд, что нужно сделать тогда? Что поменять? Вот об этом и президент говорит. Цифровизация – это прозрачность. Это значит борьба... Коррупции не будет. Да, еще один бардак. А у них цифровизация. У них же возврат билетов есть же функция. Например, вы говорите, я не хочу, я их возвратил. А почему, например, компенсацию точно так же не сделать? Это практически та же функция для айтишника. Ну, я хоть по образованию айтишника, я понимаю, о чем он говорит. К сожалению, время наше подошло. Я не знаю, раскрыли мы, тем не раскрыли. Потому что очень много вопросов, очень мало ответов, к сожалению. На все, знаете, такие отписки непонятные, что у нас улучшилось то, у нас улучшилось это, у нас улучшилось пятое, десятое. Но системные проблемы так и не решаются. Это факт.